Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, тысячи украинцев остались без крыши над головой. Кто-то уехал за рубеж, в основном женщины с детьми, однако большинство осталось в стране. Чтобы поддержать своих граждан, государство выплачивает материальную помощь. Бюрократические процедуры максимально упростили. Предоставлять документы о материальном состоянии не нужно, потому что помощь временно перемещенным лицам не зависит от доходов и бессрочно. Возобновлять ранее предоставленные справки в органах судзащиты также не потребуется. С 1 января 2023 года ВПЛ автоматически продолжат получать выплаты. Проверки мест проживания будут выборочными только по сообщению от правоохранителей, если у них возникнет подозрение о неправомерном получении помощи. Ольга Алтунина – представитель уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Из публикации издания «Суспильной новыны». Острая проблема переселенцев трудоустройства. Правительство увеличило размер компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время войны. Теперь эта сумма будет составлять 6700 гривен. Предполагается, что расходы фонда в 2023 году составят 308,2 миллиона гривен. При прогнозируемом трудоустройстве 23 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для сравнения, в прошлом году были профинансированы выплаты на общую сумму около 200 миллионов гривен за трудоустройство более 16 тысяч внутренних переселенцев. Цель программы – ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов и повысить уровень занятости среди населения. Из сообщения Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на сайте правительственного портала. В Украине выплачивают все гарантированные государством социальные выплаты. Речь идет не только о внутренне перемещенных лицах, но и о людях с инвалидностью, малобеспеченных семьях и детях, лишенных родительской опеки. На сегодняшний день Украина полностью выполняет все обязательства перед гражданами. И переживать, что те или иные выплаты отменят, оснований нет, уверены экономисты. Выплаты, которые заложены в бюджете, будут выплачены в любом случае. Более того, я думаю, что их еще в течение года несколько расширят в сторону увеличения. Кроме того, социальные выплаты являются защищенными статьями бюджета. Они не могут быть не выплачены. В Украине, по данным пенсионного фонда, порядка 10,5 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсии на начало 2023 года составляет 4622 гривны. На выплату пенсии в этом году в бюджете заложено 600 миллиардов гривен. Вернется в этом году правительство и к вопросу внедрения накопительной пенсионной системы. У Украины уже много лет есть проблема с наполнением пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше. Количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной. Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время заседания правительства. По-прежнему получают пакет малыша молодые родители. В течение 30 дней после рождения ребенка они могут бесплатно получить комплект из 28 предметов по уходу за новорожденным. Стоимость такого бэби-бокса до 5000 гривен. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова